Друзья мои, всем привет! Пользуюсь своим отпуском и езжу на рыбалку. Приехал проверить опять окуня, судака, пока не клюет. Вот буквально когда позавчера ездил, по-моему, я в Грандштадт, решил для себя такую заморочку придумать. Свернул лодку, запаковал машину и, соответственно, приехал в Грандштадт, там надулся, вооружился и пошел рыбачить. Вот моя, в принципе, теория очень хорошо даже и подтвердилась. То есть у меня лодка Рокки в размере 3,75. В этом размере, даже с мотором Тахан, с четырех тактиком, она очень хорошо влазит в мою маленькую машину, и у меня лодки Ассоул, который багажник, но очень маленький. Вот, но если сложить сиденья, то места нафига и получается, что при сложенных сиденьях вот это... Вот, бляха, нет, цепки нет. Лодка в размере Рокки, еще раз повторюсь, 3,75. Плюс мотор, плюс вещи. На двоих человек совершенно спокойно можно ездить по ходу. То есть моя теория о мобильном комплекте очень даже хорошо подтвердилась. Вот, чему я несказанно рад. Кстати, вот, ребят, по поводу дутиков, что хотелось бы отметить. Вот, с чем я как бы столкнулся. Но не столкнулся, вы пишите покупателе. Спрашивайте, какое давление в дутиках нужно выкачивать. Давления там рабочего никакого нет. Вы его просто качаете насосом или бортом надуваете. Он принимает объем и все. Сначала накачиваете, потом пристегиваете к банке. Потому что если вы в злотом виде пристегнете банки и сильно затянете ремни, а потом будете качать, например, капрессом, есть вероятность того, что вы ремни сломаете. Пряжки ломают. Вот, соответственно, дальше сели на него, чувствуете жесткого. Открыли клапан и на кнопочку начинаете нажимать и приспускать его под ваш вес так, как вам нравится. Вот его рабочее давление. Его задача амортизировать, он не должен быть твердым. Хотя некоторым людям нравится, что он твердый и добавляет высоты. Но в лодках руки, кстати сказать, высоты вполне себе хватает. Вот опять зацепленная. На пробке. О, есть. Вот на камеру. Ой, пушок хороший плюнул. Пробки. Сейчас его, ребята, достаточно. Опа. С самой пробочки. На муриканчик, смотрите. Вообще, муриканы это те мотел-спиннеры. Вот UF-студио, вот эти спиннеры, они называются у них мурикан-модель. Так, давайте аккуратненько отстегну. Я таких уже не беру. У сестры рыбы, кстати, навялил. Довольная. О, рыба пьет, поедется наконец-то. Посидели тут с ней вечерком. Попили пивка. Все хорошо. Кстати говоря, нашел уже у себя фирменный футбол Микс Ривер. У них, кстати, офигенная ткань. Вот я решил сегодня ее одеть. Вот у меня есть такая черная и белая. Очень комфортные к телу, хорошо сидят. Мне очень нравится. Так, ну, пока не клюет, вот что еще хотелось бы сказать. Вот все-таки мне вот этот размер лодки очень нравится. Я бы все-таки его назвал как лодка для одного, максимум для двоих. Мне одному здесь очень комфортно и очень нравится. Вдвоем здесь, ну, можно ловить, но все-таки одному это идеально. Поэтому я считаю, это супер комплект эгоиста. Раньше почему комплект эгоиста были в маленьких размерах? Потому что лодки были паёльные. Вес очень большой у них был. Поэтому, конечно же, было их тяжело таскать. А сейчас при том же весе размер лодки увеличился. Поэтому, конечно, в ПВХ лодке, как всегда, места много не бывает. Поэтому 3,75, ну, просто супер. По поводу, значит, ну, люди не знаю, может, на сайт не могут зайти. Ну, давайте я, например, вам скажу про, что тут у меня. Длина кокпита, да, например, 2,600. То есть 2 метра 60 сантиметров. Ширина кокпита 82 сантиметра. Дутики сюда 90-е хорошо подходят. Ну, в принципе, можно и содой поставить. Он тоже будет очень-очень хорошо здесь стоять. Вот опять же, не знаю, для кого-то это много-немного. Вот вес лодки пустой. 36 килограмм всего. На сайте производителя заявлено снаряженный вид 44 килограмм. Любая паёльная лодка в размере 360 будет весить там под 70. То ещё. Если я не ошибаюсь, грузоподъёмность вот у лодки Рокки в размере 375 700 килограмм. Баллоны. Баллоны. Здесь ткань плотностью 900 грамм на метр квадратный. А, ещё интересный вопрос, кстати, тоже задаёте. Например, тоже вот спрашиваете, допустим. Жалко, моей жены нет. Она вообще сказала, кто тебя спрашивает? Знаменитый тренд. В интернете. Спрашивают, а какова толщина дна эйрдека? Значит, ребят, по поводу дна эйрдек. Например, дутики делаются из материала высотой. Чтобы вы понимали, высота либо 8 сантиметров, либо 10. Вот. Это высота. Что-то поймал какой-то травы или не знаю, что такое. Сейчас, подождите-ка. Но на сайте производителя заявлена плотность материала эйрдек 1200 грамм на метр квадратный. Так, про баллоны вам рассказал. Про баллоны рассказал. Где-то там есть окунь. Тюкает. Не могу никак нащупать, где он точно стоит. Наверное, можно еще сказать про диаметр баллонов. Диаметр баллонов. Кормовые 490. Носовой 470. Еще, наверное, немаловажный вопрос. Ну, толщина транса. Здесь в лодках Рокки 24 сантиметра толщина транса. И, кстати, трансы все в лодках X-River, а оклеены ПВХ тканью. Это, естественно, влияет на долговечность. Но, честно говоря, мне кажется, и неоклеенные трансы довольно долго ходят. А уж такой оклеенный ПВХ, не знаю, ни на одного хозяина хватит. Вот. Более того, это еще и эстетический вид очень хороший придает. Кстати, производитель для лодок Рокки в размере 375, я говорю конкретно про свою лодку, рекомендует мощность мотора 10 лошадиных сил. Максимальная мощность мотора 15 лошадиных сил. Я сейчас нарушаю рекомендацию и хожу на двадцатки. По-моему, когда я снимал, ну, свою, как сказать, упаковку лодки, да, перед походом в Кронштадт, я не сказал размеры сумки в свернутом виде. Они, естественно, зависят от того, кто как будет упаковывать лодку, ну, имеется в виду сворачивать, насколько компактно. Потому что, когда я туда шел в Кронштадт, у меня лодка была свернута не очень хорошо, я торопился. Вот. Когда я уходил обратно в город, я ее свернул уже очень компактно. Так вот, размеры сумки 1200 на 700 на 350, ну, это плюс-минус. Вот так вот. Это я просто помню эту информацию с сайта. Что, нету? Надо переходить. Надо куда-то переходить, ребята. Куда-то надо переходить. Допустим, такой вопрос. Частенько спрашивают и пишут. Стоит ли менять фанерные банки на пластиковые АБС? Я могу сказать однозначно, что пластиковые банки намного крепче фанерных. Они гораздо легче их. Вот. И получается, это то, что они пластиковые, опять же, долговечные. Но характеристику долговечности я бы не рассматривал, потому что и фанерные-то банки, опять же, тоже долго служат. Но, кстати говоря, я бы, например, ширину банки делал не 25, а 30 сантиметров. И дутики 30 сантиметров очень круто стоят на лодке. Буквально 5 сантиметров разница, но на дутики в 30 сантиметров, например, прилечь там и расслабить свою спину уже более комфортно, чем при ширине в 25 сантиметров. В принципе, если у вас фанерные банки, и вы думаете, допустим, заменить их на пластиковые, возможно, надо менять не на пластиковые банки, а на фанерные, более широкие, и заказывать себе широкие дутики. Насчет дутиков, кстати, ребят, вот тоже, ну, понятное дело, у всех разные возможности финансовые. Говорите, что, например, ой, что так дорого, что так дорого. Дутики продаются с минимально возможной наценкой. Понятно, вещь дорогая, но если сравнить, допустим, с нашими рыболовными снастями, которыми мы ловим рыбы, воблеры, которые мы отрываем, можем утопить, там, зимние вибы и так далее. Ну, все относительно становится. А дутик, он же, как говорится, верный друг и товарищ практически вечный. Мы вон с Сашей Самсоновым, все вы его знаете. У него на лодке был дутик-стик. И я такой, о, круто, можно эти джиг-головки и крючки в тик втыкать. Удобно. Нафигачил их тут у себя, и, знаете, в коробке не надо рыться. Перебираешь их потом. В общем, мы их довтыкали, чтобы проткнули дутик, пришлось ремонтировать его. Вот, поэтому лучше все-таки крючки в тик не втыкать. А потом у нас случилась история. Мы сходили на ботпарад, и я потерял дутик с Сашей, этот стиком. Ну, и он мне такой, давай предъявляйте, типа, Володь, мой дутик. Давай, возвращай. Я говорю, Саня, да он у тебя где-то дома, не может быть его у меня, не может быть, бла-бла-бла. Прошла, короче, прошел, ну вот когда был подпарад весной, и вот в августе я в итоге их все-таки нашел у себя. Ну, короче, случайно они у меня там в одной сумке завалялись, и все. Так что надо будет вернуть парню дутик. Ну, и я не знаю, что еще вам тут сказать по поводу, опять же, вот высоты посадки, да, допустим. Вот, смотрите, вот я вам показываю. Вот, видите? Вот я сижу, мне что здесь с краю сидеть, вот я все хотел, да, вам показать, как, запись сидишь и батарейка себя надо поменять. Вот хотел показать, помните, говорили, а вот здесь какое расстояние до банки, вот, видите сами, вот я могу здесь сидеть, и на дутике очень комфортно. Ну, извините, это, конечно, ну и здесь, естественно, очень глубоко. Вот, конечно, вот этот угол в ноге, он очень сильно помогает, то есть, как сказать, ну, не устаешь, в общем, сидеть ты в лодке, поэтому все-таки глубина посадки решает. Я знаю, что есть лодки НДНД с такой высотой посадки, но не с такой, чуть пониже, но тем не менее, это очень круто на самом деле. Есть единственный минус в такой посадке, что приходится, если дутики, правда, есть, выше ноги задирать. Вот. Еще я вам хотел показать еще раз, как тут у меня организован столик для эхолота, я его оклеил тиком, мне вот очень нравится, красиво выглядит. Когда я перехожу с места на место и телефон убираю вот сюда, если мне надо выставиться на точку, я на малом ходу смотрю сюда, тут у меня глубину он показывает. Вот такие вот подстаканечки классные, мне очень нравятся, сделал. Здесь у меня спиннингодержатель, мне нравится. Вот, видите, места достаточно. Ну, то есть, одному вот супер. Вдвоем тоже хорошо. И у меня всегда в носу здесь есть сумка Кости Ивлева, Ивлербот. Сейчас я сюда поставил сумку с приманками наверх, чтобы удобно пользоваться было. Тент, кстати, еще раз повторюсь. Здесь тент чуть выше, чем на лодках, вот на Грейс, у Саши Грейс, мне кажется, тент как-то там пониже. Здесь прям вот вообще супер. Я его снова перестал снимать, потому что, ну, с ним очень хорошо. И даже сейчас вот дует, и я за ним в футболке сижу, мне очень комфортно. Потом еще раз, ребят, хочу показать. Вот по поводу этих быстросъемов. Вот, сделайте себе так же, не нужно никаких винтов с гайками, просто шпилька, кусок резинки для страховки. Тут все очень жестко стоит, она здесь не нужна, но так на всякий случай. И все, это очень удобно. Тент ставится, блин, за минуту просто. Только закончил свою мысль, и батарейка села, хорошо есть запасные с собой. Кстати, ребят, вот сейчас как раз идет ракета, сейчас будут волны. Тут еще один пароход прошел. Не знаю. Вот я стою, смотрите, я в лодке могу стоять и вот так, и вот так, и поперек. По-разному. Это к вопросу о том, как стоять на таком дне. Вообще никаких проблем нет. Вот сейчас волна пошла. Вот встал просто на дно в самую ее вот, смотрите. Вот видите, стою себе спокойно. Некомфортно мне, вот взял вот так встал. Пожалуйста, вот видите волна. Поэтому прочь сомнения насчет такого дна. Стоять на нем очень, очень хорошо и комфортно. Повторюсь еще раз, гораздо больше вопрос о том, как размещать вещи. И если вы обратили внимание, я снова постелил в лодку коврик. Я вчера лодку намыл с очищающими средствами. Красный цвет такой довольно маркий в моей эксплуатации. Вот. Так, надраил дно и постелил снова коврик. Вот, решил попробовать. Вот видите, есть тут чуть-чуть воды. Ее, видите, как бы не отчерпать. Но если сюда воды налить побольше... Вот, сейчас... Вот я губкой специально воды налил. Видите, о, сколько воды. Сейчас я и буду собирать губкой. Посмотрим. Если бы сейчас была жара, конечно, то это бы все, наверное, дело подоспарилось. Ну вот, видите, с ровного пола можно было вообще все идеально собрать губкой. Вот. С коврика Эва нет. Но вода, видите, вот там внутри сот осталась. Этот паралон отжимаю за борт. Вот. Видите? С поверхности я всю воду, получается, собрал. А сот я уже собрать ее не могу. Сейчас еще вот тут попробую подпочательнее. Потому что мне в Ютубе там ребята посоветовали, говорит, попробуй тряпкой, типа, пособирать. Я говорю, тряпкой точно не получится. Но вот губкой может быть. Вот, видите, я так. Ну, нормально, короче говоря. Вот, это... Что-то я сегодня, короче... Я сегодня не рыбачу. У меня сегодня такое видео разговорного жанра. Что-то охота вообще поболтать с самим собой. Надеюсь, это не будет вас раздражать. Хотя... Что хочу сказать. Ни разу не сидел тут на полу. Опять же, с учетом тента, вообще прекрасно. Вполне себе, кстати, можно даже тут сидеть рыбачить в заброс. Рыбалки все чаще всего проходят, ну, там, если весна-осень, то в обуви все равно на коврике будет грязно. Это я все тут пытался и упирался за то, чтобы, ну, в лодке было чисто. Я люблю, чтобы чисто было. Короче, долго я был противником коврика Эва. Вот, но все же есть место ему в моей лодке. Постелил я его и, в общем-то, не жалею. Так что беру свои слова теперь уже обратно. Да, есть у него минусы в том, что он жесткий, его тяжело вытаскивать из лодки, чтобы помыть-промыть. Но если люди ездят на лодку, утром собрался, вечером разобрался, то они это делают естественным образом. Я лодку не разбираю, мне, соответственно, его особо не помыть. О, кстати, раз уж пока стоим, что-то неохота никуда идти. И давайте я вам покажу хуриканы, на которые я ловлю окуней. Мне что-то прям нравится вот так вот сидеть. Такой вот формат у нас сегодня с вами. Все эти хуриканы, они от компании UF Studio. Я не стал экспериментировать с Tailspinner'ами с AliExpress. Ну, как бы пошел по рекомендации своих друзей, которые, ну, можно сказать, профессионалы в рыбалке. Вот, соответственно, у меня есть вот такой хуриканчик, третий, синенький. Эти Tailspinner'ы, они же хуриканы. Чем хороши, они, у них крайне редко есть перехлёст за леску. Вот таких у меня две штуки работают. Красный. Сколько я их на рыбалке не пробовал, только один раз на него клевало, то есть на него мало поклёвок. Вот на такой цвет чаще всего ловлю. На него поклёвок много. Вес, не помню, грамм 7-8, наверное. Вот, видите, этот побольше у меня размер. Вот этот хурикан, у него вес 19 грамм. Просто на них и судаки клюют, поэтому я и тяжёленьких взял себе. Вот, вещь не дешёвая, конечно, но рабочая. Вот в наших, как я люблю говорить, широтах рабочий цвет, жёлтенький. Очень хорошо работает, но тяжёлый, надо маленьких заказать. Судака на него ловил. Вот, и я в этом году ещё у них купил, если не ошибаюсь, модель называется Bullitt. Вот такой вот. У него немножко другая конструктивная особенность. У него вот здесь, видите, шарик есть. Вот. И если ты ведёшь хурикан, и у тебя вибрация от приманки передаётся на кончик удилища, вот такая она мелкая, то вот от Bullitt'ов вот этих я вибрации не ощущал. Вот, и я его не разловил. У меня ещё было два цвета, я их оторвал, к сожалению. Спасибо, что вы меня смотрите. В общем, сегодня какой-то чересчур разговорчивый. Всё, спасибо, до следующего включения. Ребят, решил сесть на переднюю планку и поставил уплинитель урупеля за весь сезон, ни разу ещё и не ставил его. Вот как. Ну, кстати, мне нравится. Вообще кайфово ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...